Вот уже 8 лет наш город находится хоть и на некотором удалении от горячих точек Донбасса, но в той же зоне необъявленной войны. Так что уж кто-кто, а хартизяне, участники нашего сегодняшнего блицопроса, к панике не склонны. Наоборот, новости последних четырех дней их воодушевляют и заставляют поверить, что конец их страданиям близок. Давно ждали, 8 лет страдали, наконец-то выстрадали. О, радость переполняет с одной стороны, скорее бы это все уже закончилось, чтобы люди не страдали, не мучились. Сколько же деток погибло и вообще. Да сами знаете, что вам рассказ. В общем, радостно посприняли. Очень поддерживаю решение Путина, очень поддерживаю. Надеюсь, что будет мир и процветание в нашей стране. Очень хорошо. У меня прямо уже несколько дней прекрасное настроение. Я никогда никуда не уезжала, ни в 2014 году, ни сейчас. Не знаю, я не боюсь. Не боюсь. Верю, что все будет хорошо. Ну, конечно, все это должно было случиться еще в 2014 году. Ну, все игрались в эти переговоры. И что, когда можно было меньшими потерями, и меньшими этим. А теперь все позаминировали, конечно, будет тяжело. Ну, конечно же, это нормально. А что же без поддержки? Затопчут, да и все забьют. Они же не видят, где люди, где дети, где им же все равно куда наступать. Лишь бы перед американцами спрыгнуться. Ну, а теперь получат по полной. Я надеюсь, что все будет хорошо. Самое главное, чтобы детки были живы, внуки были живы, и все будет нормально. Отлично все. Давно надо было, пора так. Чтоб люди не страдали, дети, старики. Положительное. Я рада. Это большое счастье для всех нас. Владимир Владимирович принял правильное решение. Давно надо было. Сколько можно было народу Донбасса страдать. Поддерживаю целиком. Все правильно. Желаю скорейшего победы, освобождения Донбасса. И всем здоровья, удачи. И чтоб все были живы и здоровы. Продолжение следует...